Добрый день, здравствуйте! Хочу познакомить вас с цветком аспир или же софифлора. Обычно у него бывает несколько оттенков – жёлтый, оранжевый, даже бывает красный. Поэтому его иногда путают с шафраном, но это не шафран, это семейство астровых и совершенно-совершенно не похожи на друг друга. Растение очень древнее. В древние времена в Египте фараонов мумицировали этим растением. Тут использовалось и масло, и отвары. В наше время используем мы в кондитерских изделиях, подкрашиваем тесто, крема, используем в зелёных чаях как лекарственное растение и как в пищу. Раньше его ещё использовали как краситель тканей, ниток. И во время войны, когда был голод, использовали его семечки вместо семечек подсолнуха. Так что он спасал жизни и в таком амплуа. Представляете, в 100 граммах семечек находится 38% масла, то есть 38 граммов масла, которое очень полезно для нашего организма. Так чем же полезно вот это масло или это растение? Это растение содержит очень много витаминов. Витамины А, С, В12, В6, Д, которые очень редко где-то можно встретить, витамин Д. Минералы магния, железо, калий. Масло омега-6. Обычно мы предпочитаем омега-3, но здесь омега-6, оно тоже очень полезное. Чаще всего прописывают у тех, у кого проблемы с простатой, миомы, астма. Ну, самостоятельно принимать их нельзя, поэтому надо обращаться к врачу, знать дозировку, потому что она тоже, от нее тоже бывают аллергии. В аптеках можете увидеть в виде капсул капель. В продуктовых магазинах, в бутылках увидите масло аспира. Так что не удивляйтесь, их можно использовать в некоторые блюда. Во время массажа, он очень повышает кровообращение сосудов, становится эластичная кожа и очень помогает во время массажа, когда вы худеете, очень быстро сбрасываете вес. Ну, опять же, самостоятельно пользоваться этим нельзя, надо советоваться со специалистами. Вот все, что хотела я вам рассказать, познакомить разные виды. Видите, масел выпускается, в основном выпускает Турция. И хочу вам пожелать, чтобы вы не болели, не страдали какими-нибудь заболеваниями. Ну, если хотите укрепить свой организм, иммунитет, используйте и цветки, и масло в умеренном количестве. А пока, пока-пока. Не забудьте поделиться этим видео, поставить лайк, если понравилось. Подписаться, если еще кто-то не подписался. Если полезное было видео, то я рада. А пока, пока-пока. Желаю всем удачи и счастья. Не болейте. Пока.